Этой весной на шанхайском автосалоне китайцы показали концепт Havail XY, но не раскрыли интерьер и характеристики. Понятно было лишь, что новичок основан на новейшей платформе Lemon. И вот серийная машина готова. Для родного рынка её нарекли Шэньшоу, то бишь мифический зверь. Но на экспорт придумано название Монсте, хотя внешняя новинка вышла вовсе не монструозной. Среди одноклассников новый Havail будет выделяться двухэтажной оптикой, хитрыми выштамповками, лихим силуэтом, а ещё выдвижными ручками дверей. Похоже, именно последний пункт вскоре станет главной фишкой мирового автопрома. В плане габаритов Монсте оказался крупной машиной на целых 16 см длиннее знакомого Havail F7. А 2,8 метра колёсной базы это на секундочку показатель рамного флагмана H9. Начальный силовой агрегат всего лишь сочетание полуторалитрового турбомотора, семиступенчатого робота и переднего привода. Однако двухлитровый вариант тоже предусмотрен, а впереди запланировано появление гибридов. В родном Китае Havail Monster оказался достаточно дорогим. За начальное исполнение просят аж 21 тысячу долларов. С другой стороны, виртуальная панель приборов, огромный тачскрин медиасистемы и обилие электронных помощников определённо этого стоят. Между тем, в России марка Havail установила абсолютный рекорд продаж. По итогам октября клиентам было передано без малого 5 тысяч автомобилей, что сразу втрое больше результата прошлого года. В свою очередь, суммарные продажи китайского бренда за весь период присутствия на российском рынке вскоре перешагнут через отметку 60 тысяч автомобилей. До юбилейной отгрузки осталось меньше 200 машин. Ещё одно достижение. Представленный весной кроссовер Jolion впервые вошёл в топ-25 самых востребованных россиянами моделей. Притом, октябрьские продажи обошли итоги сентября сразу на 120%. Напомним, что гамма моделей Havail сейчас состоит из четырёх моделей. Это кроссовер Jolion, родственные F7 и F7X, а также рамный внедорожник H9. Все машины выпускаются на заводе, что расположен на территории Тульского индустриального парка «Узловая». Интересно, составит ли им компанию HVL Monster, о котором мы говорили до этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова